Смети – речь потребная и у господарца спотребится, коли только господар добрый. Пытаниями перепрацовки смети с максимальной выгодой и для экономики, и для природы займаются сегодня все развитые краины света. У Беларуси тема перепрацовки отходов находится на державном контроле. Как корыстной справой займаются гомельские предприемства, доведовалась Ирина Драбышевская. У Гомеля около 50 таких пунктов приема другосной сыровины. Великих чергов тут, як бачим, нема, але жадаючая сдач шклотару и макулатуру приходится регулярно. Чем выше и кошт закупки, тем больше пропоновы. У пункты приема люди приносять те отходы, на які ценник выше. Это у основных металл и шклотара. Вось кошт на макулатуру стал тонней, тлумачить. Мясцовые работники – причины довольно степлого улову, які принесли клиенты. За 4,5 кг газет дремалося 60 копеек. Сейчас в основном население несет стеклобой. По той причине, что соотношение веса и цены – это наиболее выгодный продукт. Потом идет уже макулатура. Полимер, конечно, из-за их объемов неудобно собирать на таких приемных пунктов. Поэтому полимеры в основном собираются через раздельный сбор контейнера и сортировки. Отходы, металл, который мы заготавливаем, мы сдаем на гомель вторчер мед. Цветные металлы, которые мы заготавливаем, мы сдаем на белый цвет мед. Макулатуру, которую заготавливаем на перерабатывающие предприятия, в том числе и на нашу добружскую бумажную фабрику. С пункта приема все отходы отправляются на дальнейшую перепроцовку. Шклотара до приклада после переплавления и застанется шклотарой. Часка же отхода упройдя промысловую реинкарнацию. Никому не потребная сметь переродится в корыстную, друг сыровину. С этой бутылки делается флекс, который потом производится продукция. Флекс – это дробленный материал, который потом перерабатывается. Разные материалы производят. Даже упаковочную ленту, допустим, с этой тары, с подбутылки. А в этом цеху другое житё отримливают все виды полиэтиленовых упаковок. Температура плавления – 200 градусов. На выходе предприемство «Спецкоммунтранс» отримливает продукцию уластной вытворчасти. Это бульварная плитка, бордюры, канализационные студни. С первого взгляда и не отрознешь, что все это не с бетону, а полимер пешчаной выробы. Это продукция, которую вы видите. Представляет себе смесь расплавленного полимера, то есть пакеты полиэтиленового, полиэтилен высокого давления и обычного, выкновенного песка. Примерно в соотношении 50 на 50. Ну вот получается такая продукция. Это территория экспериментального биохимичного сортовального завода. Працует он с 2007 года, причем по 11 годин за сутки. Вытворчая могутность – 30 тысяч тонн за год, але ее не хапая, признается керавництво завода. У Гомеля скапливается до 160 тысяч тонн смесь за что год. Уся гэта розница заховывается на полигоне твердых коммунальных отходов, резервы якого давно вычерпаны. Площу полигона у 15 гектар, мясцовые улады вырошили повеличить, зараз тут коля 20 гектар. Але смесь, якое на им заховываюць, уже непридатная, а гэта экономична невыгодна. Выправить ситуацию новой смесь цеперопроцовчий завод. Пляцок для его уже выделено, будовництво почнется в 2024 году.